Запись. Запись пошла. Еще раз. До связи. Я видео сейчас сниму. И так. Значит, смотрите. Очень важно. Я сегодня постараюсь вам ответить на вопросы, которые были заданы тут в последнее время. Я тут нашел целый сбор вопросов. Вот. И поэтому дальше пойдем уже к нашей сегодняшней теме. Тема очень необычная. Или как необычная? Очередная тема, и мы к ней сейчас придем. Значит, смотрите. Что задавался вопрос, Владимир, я уточняю, защищены ли старые инвесторы со своими старыми договорами? Я уже, наверное, отвечал, похоже. И угрожает ли что-то их правам, если на тот момент еще не была приведена вся юридическая схема в соответствии с общими стандартами? То есть, да, я уже отвечал на этот вопрос, я сейчас вспомнил, что действительно было время до, наверное, марта месяца 2016 года, если я не ошибаюсь, когда договора были не конвертируемого займа, а инвестиции, даже не покупки, а, скажем, там с акциями прямо было связано. Вот. Нет. Дело в том, что вопрос в том, что операция осуществлена, инвестиция осуществлена, никакого значения это не имеет. Самое главное, чтобы человек был, то есть, то, что все залоговые акции, или неважно, как они там были, они у него в реестре, зарегистрированы, и он является владельцем этой акции. Все. Это самое важное. Значит, тут был еще вопрос об этапах, что этот я не комментировал, прокомментирую, что как бы есть несоответствие, что если мы посмотрим план финансирования, то там этап начинается, например, восьмой или десятый этап, он там отмечен, что начинается, ну, допустим, в апреле месяце он начался, там, в июне или в июле, и так далее. Да, это несоответствие есть, но приводить финансовый план в соответствии с реальностью, это не имеет никакого смысла. Я уже это дело комментировал. Вот. Есть план, какой есть. Мы идем в реальном времени и с реальными действиями. Но зато мы видим, как мы планировали. Поэтому ничего страшного в этом нет. Вот. Почему удалили запись прошлого вебинара? Ее не удалили, она просто не была сделана. Она произошла только, запись произошла только в ВКонтактах. Не записался у нас вебинар. Похоже, что это моя плотность, прошу прости, но, по крайней мере, запись есть в ВК, и она сейчас выставлена в Ютубе. Прошлого, это, значит, 31 мая вебинара. Так. Там есть интересный, значит, такой вопрос. Я готов продать часть своих акций минимум 20 центов за одну акцию после 15 этапа. Это возможно? Это, может быть, даже и до 15 этапа будет возможно, Геннадий. Но вопрос в том, что вы-то готовы, а, значит, не вы продаете, а принимает биржа. И неважно, будет ли это внутренний, внутренний какая-то прием, или, ну, скажем, назовем ее условно говоря внутренней биржей, ну, вот, или внутренняя площадка приема акций от инвесторов, которым, ну, нужно как-то вот поддержать себя финансово. Или это будет уже после IPO, или во время IPO. Там не мы диктуем то, что мы хотим отдать. Мы видим, какая есть там цена биржевая, и мы или отдаем, передаем туда акции, или не передаем. Теперь еще один важный вопрос, дорогие друзья, что люди задают, задавался тоже вопрос, что, допустим, о регистрации пакетов, что не совсем правильно ряд наших инвесторов понимает, что как же так, что вот как мы будем жить дальше. И утверждение, что у нас в реестр вносятся пакетами, ну, допустим, там пакет, там стандарт, да, там сотая акция по тысяче акции, тысяча акций, там зашло, ну, у стандарта, может быть, у друга, я условно сказал, то есть там пакет акций. Но дело-то в том, что, да, она вносится от такой-то акции до такой-то акции по цене, но акции располагаются в реестре поштучно. Вот, и почему этот вопрос был задан, потому что, как я буду продавать, если у меня, например, пакет был там 350 тысяч, я не хочу 350 тысяч, потом на биржу продать там или, ну, неважно, что там делать, да, или там человек задавал вопрос, что, ой-ой-ой, я боюсь вообще 350 тысяч акций продавать, а что будет, если они будут по одному доллару штука, это значит, мне куда-то упадет 350 тысяч, да что же я с этим буду делать, меня тут же арестуют и так далее. Значит, не заморачивайтесь, очень хорошо сказала бабушка Сергея Сибирякова, доживем до этих времен и будем смотреть, как мы это будем делать. Но комментарий мой следующий, или ответ, что, понимаете, нет, если у вас был пакет там 350 тысяч, вы желаете там 100 тысяч продать от акции номер такой-то, по акции номер такой-то, и это вы выставляете уже на биржу, неважно какую, внутреннюю или открытую IPO, значит, ну, скажем, та биржа, на которую мы выйдем, когда выйдут все эти наши акции, и наши акции в том числе вводятся на IPO свободные акции, а наши выходят как бы в форматоре свободных акций. Вот, и поэтому никаких проблем здесь не будет. Что касается, я слегка прокомментирую, это не тема сегодняшнего разговора, но тем не менее прокомментирую, что когда будут поступать средства, то вся процедура продажи акций будет происходить через банк. Вот, и это отдельный счет. Люди, которые хотят торговать, продавать или покупать акции, они обычно открывают специальный акционерный счет, или акционный счет, извиняюсь, ну, в разных банках, по-разному его называют. Вот, он называется счет ценных бумаг. Их может быть несколько, может быть один, там, в нем все пакеты разных там акций и так далее. Вот, и благодаря этому человек может оттуда отдавать распоряжение, что выставить на такую-то биржу, где идет торги, торги этими акциями. Акция она вот такая, акция она вот такая. Вот, смотря какова, значит, как они номинируются на какой-то конкретный момент. Или же там отдавать какие-то распоряжения, что прошу эти акции продать в случае, если реальная стоимость номинируется на бирже выше одного доллара. Вот тогда вот акция там первая и акция двухсоттысячная уходят, и вы получаете по доллару за акцию на свой счет. То есть примерно вот так это все происходит. На какие биржи планируется уходить? Ну, это, вы знаете, это был вопрос задан в соответствии с блокчейном. Там Рустам задавал, на каком блокчейне будут наши топины, какие кошельки будут поддерживать. Вы знаете, это абсолютно закрытая сейчас пока закрытый вопрос. Когда будет выход, тогда вы и узнаете. Проработки идут достаточно широким веером, но сотрудничество идет с одной или с двумя партнерами практически сейчас. А мониторинг идет по широкому, ну, как бы, в широком спектре. Вот. И еще маленький комментарий для... Он проскакивает тут вопросами, которые есть. Прямых вопросов не было, но я прокомментирую. Важно понимать, дорогие друзья, что у нас есть преимущества в связи с выходом, вот подготовкой и выходом буквально в ближайшее время комбинированного пакета, комбо, значит, когда это пакет, потом будут, значит, токены, и это идет резерв, создается резерв, каждый, кто пожелается, может создать резерв для приобретения токенов, скажем так, основной платформы Transnet, которая будет являться площадкой, площадкой, которая будет или платформой, так она и есть, платформа, которая будет осуществлять все, значит, операции, связанные с введением технологии блокчейн и ICO, и так называемое криптование адресных проектов для их финансирования. И отсюда возникает такой вопрос, что очень важно, что мы на этой стадии сейчас как раз появляется у нас возможность как бы преференции, как говорят на иностранном языке, иметь токены и крипто, значит, ну, крипто, это не валюта, а, ну, крипто, да, токены, назовем токены, мы не будем сейчас пока морочить, у них свое название будет там, Unicore или как там еще, вот, и это даст возможность точно так же, как мы сейчас имеем акции головной или основной технологии Skyway, так и здесь мы входим в основную платформу. Все, что остальное и дальше будет платформа делать, это будет работать на эти токены, то есть их или те, кто будут иметь эти токены, у них будет все возможности выгодами пользоваться, которые, ну, как бы, все выгоды, которые будут от других ICO, они будут влиять на так называемую активы и капитализацию этих токенов. Это очень важно. И для фонда, мы сегодня немножко будем говорить и о фонде, всемирный фонд, значит, это планета, да, то, во что сейчас реорганизуется или реструктурируется капитал, он, как бы, расширяет свои функции за счет создания этого фонда и усиливает, и развивает свою финансовую составляющую, которым практически сейчас только и занимается, да, вот, и для фонда будет преференция по тем пакетам, которые инициирует сам фонд, или, то есть, его центр адресных проектов. Через него будет очень важно. И об этом мы еще немножко сегодня поговорим. Поэтому давайте сейчас выйдем, значит, на... Прибавьте звук, прибавьте звук. Как сейчас слышно? Так. Да. Я не смотрел, я смотрел сейчас вопросы. У всех нормально. Тихо. Добавьте у тебя звук, кто может. Я могу, конечно, у тебя тоже чуть-чуть добавить, дорогие друзья. Сейчас будет больше слышно. Так. Москва. Новико, Татьяна. Тихо, тихо. Павлу, тихо. Нормально. Стало лучше. Ну, лучше. Все. Спасибо. Я тут добавил чуть-чуть, иначе у меня зашкаливает. У меня компьютер с собой свой. Я тут по гостиницам шарохаюсь. И на следующий вебинар, скорее всего, я, наверное, не уложусь. Я буду просто в полете в следующий четверг. Но переходим к этому четвергу, дорогие друзья. Итак. Значит. Итак, дорогие друзья, что у нас сегодня? Давайте посмотрим такую вещь. Что сегодня мы вообще практически не будем ни об адресных проектах говорить, ни о чем. А мы немножко поговорим о том, куда мы развиваемся, и что и для чего мы делаем. Вот смотрите, значит, здесь мы видим с вами дом фонда «Экопланета». Worldwide Fund «Экопланет» или Всемирный фонд «Экопланета». Это дом, у которого в базисе или, скажем так, фундамент, видите, фундамент – это основные принципы и законы. Для чего мы это делаем? Это нужно и фактический дом, это так называемое образное представление той системы, которую мы создаем, и тех основ, на которые мы будем опираться и мы будем этим заниматься. Поэтому сегодня мы с вами остановимся, и я хочу начинать. Вы имеете, скажем так, преимущество, еще никому об этом не рассказывалось, вы первым это услышите, да? Вот это фундамент. Кое-что говорилось с куратором регионов, но вот вы сейчас узнаете значительно больше, чем было им сказано последний «Экопланет». Основные принципы и законы – это фундамент дома, который мы начинаем строить или мы уже строим. Это то, из чего, как я уже сказал, преобразуется и будет, это вырастает из капитал, взаимосвязи с головной компанией и так далее. Но, как бы, капитал создает эту новую конструкцию, всемирный фонд «Экопланета». Фундамент, основные принципы и законы. Первый этаж – это действие, это маркетинг, это продажа проектов, это сами проекты, их создание. Их сначала надо создать, потом продать. Выгоды и финансы, которые закладываются в проекты, это делает команда. Но теперь, чтобы это все действие, это работало, управление и распорядительство, пульт управления первым этажом – это как бы второй этаж. Что там происходит? Устанавливается правило, без правила нет движения. Если мы выйдем на улицу без правил, то кто-то будет, не показывая поворот, поворачивать прямо, то есть поворачивать направо или показывать налево, поворачивать направо и так далее. То есть будет полный беспорядок, если не сказать как-то еще иначе, похуже. На футбольном поле выйдут две команды, и каждая будет играть по своим правилам. Или вообще без правил будет играть. Что произойдет? Точно так в любом бизнесе, дорогие друзья, тем более в большом всемирном фонде. Систематизация всего, то есть абсолютно создано. Это уже первый шаг систематизации, который вы здесь видите. Следующее, отработка навыков. Это целая система обучения. Это второй этаж. И третий этаж, это автоматизация бизнес-процесса и управления. Это статенизация и адресные проекты. Но атмосфера в этом доме, это бережливый он должен быть, эффективный, экологичный и человечный. Вот основные принципы, это то, что когда смотрят люди или когда мы смотрим, мы не забывали бы все то, что заложено в основу того, что мы создаем. Поэтому это принято. Есть такой прием в международной практике. Создается или строится, или структурируется и рисуется вот такой дом. То есть мы опираемся на это, что вы здесь сейчас увидели. Следующее, какая миссия Всемирного фонда «Экопланета»? Смотрите, значит, быть проводником и опорой воплощения инвестиционных проектов. Да, хорошо. Для чего? Во благо создания Всемирной сети транспортных систем «Скайвей» и сообщества фонда. Смотрите, а где это? Что это создается? Через что это создается? Это создается через то, что начинает работать. Мы работаем на адресные проекты, и это очень важно. Иначе это все не будет работать. Поэтому миссия фонда – это во благо создания Всемирной сети транспортных систем «Скайвей» и сообщества фонда. То есть у фонда тоже будет свое сообщество. Через реализацию адресных проектов. Вот самое главное. И одновременно родить о процветании фонда и его партнеров через привлечение, объединение и бережное использование необходимых ресурсов через обучение, партнерство и сотрудничество. Вот достаточно длинно мы ее уже и так, и сяк смотрели. Это правление капитал мы достаточно долго прорабатывали. Пришли сейчас к такому варианту. На учебе, который сейчас учеба проводится, это все учитывается и берется за основу. Это не, скажем, не врублено пока в камень, и не будет скорее всего врублено. Это все еще можно и будет дорабатываться на учебах, которые сейчас целая серия учеб пошли. Если вы посмотрите, информация у нас в кабинете есть. Очень часто спрашивают структуры, сможем ли мы зарабатывать реферальные сети при инвестиции в адресных проектов. Да, конечно, если вы понимаете, Вячеслав, хороший вопрос, кстати. Прежде чем мы от миссии дальше пойдем, то, что сейчас у нас создано, это работает на первый адресный проект, которым является Эко-технопарк. С 15 этапом этот период завершается, но создавая команды, создавая все то, что здесь нарисовано, мы все равно опираемся на структуру. Вот команда. А команда это и есть структура в принципе, не только в принципе, это реальная структура. И поэтому, естественно, будут свои правила. То есть на каждый адресный проект будет свои правила, которые команда начинает работать, если она заинтересована. Она должна быть и будет заинтересована. Почему? Да потому что от каждого адресного проекта мы работаем на себя. И, естественно, реферальные определенные будут, если это позволит, значит, схема финансирования адресного проекта. Вот. Дело в том, что есть не только транспортные структуры, будут и масса других проектов, и поэтому там достаточно большие сборы финансов будут, и без реферальной привилегии ничего не сделать. Это закон сетевого принципа, и без этого никуда не деться. Так что будут. Но как, пока я не могу вам сказать. И чем будет заниматься реферальная сеть после закрытия финансовой карни? Ну вот я вам объяснил, Вячеслав, я так надеюсь, по крайней мере. Теперь смотрите, значит, далее, через привлечение. Смотрим. Мы достигаем целей через что? На что мы опираемся? Командный дух и партнерство, и вовлеченность каждого партнера. Ведь к этому надо относиться каждый, кто ты там есть, по ту сторону экрана, по ту сторону интернета. Сейчас у нас в связи, да? Каждый человек решает сам, он член команды или не член команды. Он является партнером или не является партнером, что одно и то же. Поэтому командный дух и партнерство, и вовлеченность каждого партнера. Компетентность и профессионализм. Самодачу. Мы в первую очередь это делали, то есть мы танцуем отправление. И мы знаем, что дублирование происходит, кто-то называет это дублицирование, это неправильно, по крайней мере, такого термина нет. Я пользуюсь термином дублирование. Дублирование начинается по структуре или по любой функциональной структуре. Все структуры, мировые структуры, они пирамидальны, сверху донису. Есть некоторые перевернутые пирамиды, но мы сегодня не об этом говорим, да? Мы говорим о типичной централизованной структуре. Значит, вертикали построения структуры, как иногда говорят. И поэтому, естественно, это все начинается дублироваться сверху вниз. Правление разработало или, скажем, выработало, правильно сказать так, цель через компетентность, профессионализм, самоотдачу. Бережное отношение к человеку, ко всем ресурсам, природе и планете. Уважительное отношение к человеку, его признание как личности и как мастера своего дела. Но это надо все достичь. Поэтому все это начнет работать только лишь в том случае, если мы на это опираемся. И теперь наша деятельность основана на соблюдении следующих принципов. Всего у нас здесь, дорогие друзья, основные принципы. Вот они заложены в фундамент. Их 30 пока выработано. И мы сегодня с вами начинаем рассматривать первые, сколько успеем. Потому что сегодня несколько укороченный вебинар. И сколько успеем. Первый принцип очень важных. Достижение наилучших результатов. Да, можно что-то делать, достичь результата. Но мы нацелены на наилучший результат. Эти принципы выработались у нас, исходя из того, что практически команды, которые проводили первые занятия, сначала правления, потом лидеры, потом кураторы регионов, топ-эксперты собирались в различных местах в интернете и так далее. И пришли к выводу, что до конца этого года увеличить в пять раз инвестиционный объем. Да. И это всегда пригодится. Поэтому достижение наилучших результатов. Наша команда состоит из партнеров, способных создать в своих зонах ответственности наилучший результат. Это первый принцип. И мы к нему всегда приходим, всегда смотрим. Создаем команду. Это первый принцип. Второй принцип. Постоянный, последовательный, прогрессивный рост. Да, можно расти. Но, видите, если мы рассмотрим даже прогрессивный рост компании «Сковей Кэпитал» или «Сковей Дэс Групп», то то, куда мы сейчас идем, это тоже есть рост. Он есть прогрессивный рост. От чего мы куда идем? Мы с вами переходим, дорогие друзья, от того, смотрите. Мы с вами переходим от просто финансовой площадки, обеспечивающей, с одной стороны, прием кредитов или инвестиций от инвестора, кредитора. А с другой стороны, выдача ему залога, акции, обеспечения, вернее, не выдачи на руки, а обеспечения, чтобы он вошел в реестр. И это сейчас только эта работа. Все. Это площадка пока. Но мы развиваемся в постоянный, последовательный прогрессивный рост. Мы этот принцип соблюдаем. Мы начинаем уже на него опираться. Принцип третий. Взаимопомощь и взаимовыгода для совместного результата. В отношении к партнеру мы проявляем уважение, ответственность, заинтересованность и в его личном результате выигрыша и совместных выгодок. Конвертируем отношения совместных измерений, совместный измеримый и неизмеримый, измеримый и неизмеримый результат в взаимопомощь и взаимную выгоду. Есть вещи, которые, ну скажем, выгода, она бывает материальная, она бывает и нематериальная, и иногда даже иррациональная. То есть смотришь, результат абсолютно получается где-то в другом месте, но он не прямой, а косвенный. И поэтому, например, я инвестор, я проинвестировал, участвовал в процессе, но через то, что я постоянно инвестирую, я этим поддерживаю процесс, и я внес вклад, я не отступил, и тем самым компания вышла на соответствующий уровень. Мы завершили проект, адресный проект Экотехнопарк, и технология была принята в использовании, она пошла. То есть мы подготовили себе полностью площадку для деятельности на 10, 20, 30, 50, 100 лет для себя, для своих детей, для внуков, понимаете? Это очень важно, но как? Взаимопомощь и взаимовыгода для совместного результата, то есть мы идем на совместный результат. Я вроде бы шел на свой результат, я искал вроде бы сначала свою выгоду, я условно говорю, да, а фактически мы вышли на совместный результат. Если мы команда, если мы к этому идем, и это очень важно, дорогие друзья. Следующий принцип, это четвертый принцип, системная и систематическая отработка навыков успешного созидательного мышления и управления. Наличие успешного, пояснение, наличие успешного мышления, навыков, качеств, достигаем системной тренировки. Целенаправленно обучаемся сами и обучаем команды, участие и посещение мероприятий компании. Вот в чем. Все, сюда закладывается все. Мы это делаем системно или не делаем. Или так, от случая к случаю участвуем. Или я посещаю мероприятия, я участвую в экофесте, я участвую в инотрансе, если не могу, или, по крайней мере, я для себя выясняю все, что происходило на инотрансе. Я в курсе того, что там, я не смог поехать. Но я тогда ввожу себя полностью в курс. Тем самым я работаю на свои навыки, я получаю информацию, которая помогает мне поддерживать мои навыки на уровне. Этот принцип тогда только работает. Пятый принцип. Слаженная и точная работа команды. Надежность, точность, слаженность, синхронность, достойная мотивация, гордость. Вот несколько характеристик нашей команды. Команда работает как швейцарские часы. Но это такое образное выражение. Я тут могу сказать, как тульский самовар, который тоже сбоя не знает. Понимаете? Швейцарский, но он более тонкий механизм. Хотя кто его знает? Хороший чай. Это тоже большое искусство. Так что слаженная и точная работа команды очень важна. И здесь начинают работать совершенно другие уже так называемые законы, синергии. Шестой принцип. Сигнал о помощи это призыв к безоглагательному разрешению ситуации. Это не значит, что сигнал о помощи. Ой-ой-ой, помогите мне. Нет. СОС. Как указатель на срочность решения проблемы. То есть это СОС, это сигнал, что проблему надо решить. В случаях, если в компании кто-то саботирует, не держит слова, дезинформирует, манипулирует, совершает мошеннические действия, передергивает в рукаве карту, условно говоря, да? Медлит, задерживает, намеренно тянет команду вниз, действует духи двойных стандартов. Смотрите, какая глубина здесь заложена, дорогие друзья. И это все, сюда вкладывается все. И это и болтовня в чате, пустозвонство, понимаете? Это потеря энергии. То есть порой я смотрю в некоторых чатах, там идет просто базар. А когда вы знаете, что так же, как сплетни, это потеря энергии, потеря энергетики, потеря времени. Все, здесь все, что угодно. Поэтому вот такого не происходит. И это очень хорошо на спортивной команде можно, можно как бы примеры, очень много примеров. Я могу тут час вам рассказывать на эту тему. Потому что я сам достаточно долго играл в ручной мяч. И даже до достаточно такого взрослого возраста, 32 или 33 года, завершил игру в ручной мяч, будучи кандидатом на терраспорта СССР. Вот, и поэтому все это не просто, дорогие друзья. Далее. Седьмой принцип. Принцип поддержания, уравновешенности и спокойствия. Важно, конечно, важно. Это принцип, на который мы тоже опираемся. Освобождаем пространство и потенциал для успеха. Если вот я не уравновешен, нет у меня спокойствия, у меня постоянный какой-то мандраж внутри, то у меня нет потенциала для успеха. Это в простой жизни так, не только в команде. Системы применяемых мер последовательно освобождаются от всего лишнего. Как внутренне, так и внешне. Внешне. То есть мы лишнее отсекаем. Начинаем от него. Что может быть лишнее? Опять-таки то же самое. Пустое пустотгонство. Перетирание каких-то чужих косочек. Участие в передрягах политических. Да, послушали, посмотрели, все. Мы не входим туда. Мы смотрим, как на трамвай, который движется по трамвайной линии. Это условно. Это внешне. Внутренне. У многих внутренне вообще происходит бог знает что. То есть это остановка мыслемешалки. У многих это вообще во сне она не останавливает. Потенциал теряется. Внутренний штаб. И восьмой принцип. Значит, восьмой принцип. 100% ответственность самодачи от каждого. Вот здесь очень интересный и важный принцип. Он хорошо как бы характеризует наши совместные результаты, дорогие друзья. Вот смотрите, здесь достаточно длинное пояснение, но я его потом прокомментирую. Я его зачитаю, потом прокомментирую. Результат команды складывается из вкладов каждого партнера. И представляет в целом нечто большее, чем сумма вкладов. Понятно, да? Однако, сила команды сравнима со способностью цепи. Образно говоря, цепи, состоящей из звенья, внести нагрузку. Команда, как и цепь. Команда, как и цепь, способны нести предельную нагрузку по способности самого слабого ее звена, партнера. Сила команды измеряется силой и способностями самого слабого партнера. Вы пришли к осознанию, пришли к осознанию того, что ваш потенциал не располагает 100% ответственности. Пришли к этому. Чувствуйте себя обделенным. Не приходите к нам. Восьмой принцип для нашей команды не имеет компромиссов. Только 100%. Это для тех, кого мы будем принимать в команду. Это для тех, кто будут квалифицироваться в команду. Это для тех, кто хочет и хочет принадлежать команде. Все это только так. И это начинается сверху до самого низа структуры. Вернее, у структуры нет низа. Она просто идет от меньшего к большему. И это очень важный принцип, который следует учитывать. И в завершение сегодня, дорогие друзья, сегодня укороченный вебинар. Смотрите, что очень важно здесь еще. Еще раз. Кэпитал. Он реорганизуется, реформируется во Всемирный фонд Экопланета. Или он является основным звеном. Из него создается, условно говоря, Центр народного финансирования адресных проектов и развития, который будет как бы ядром Всемирного фонда Экопланета и Центр адресных ICO. Но важно понимать и то, что фактически фонд будет осуществлять подготовку, Центр подготовки адресов и Центр инженерно-технического обеспечения и обслуживания адресных проектов. Это нам жизненно необходимо, чтобы мы смогли поддержать головную компанию, чтобы мы могли поддержать основное движение технологий. Потому что мы только завершаем, мы на завершающем этапе, на завершающем скачке завершения первого адресного проекта ЭТК Технопарк. Но наши выгоды все впереди в адресных проектах. То, что мы получим с адресов. Но для этого надо обеспечить Центр инженерно-технического обеспечения и обслуживания адресных проектов. Это комплексный центр, это целая структура компаний, которая создается, начинается с одного маленького звена. Она начинает разрастаться в зависимости от регионов. И не так, что сначала создали всемирную структуру и сидим ждем. Нет, только шаг за шагом развиваясь параллельно с развитием адресных проектов. Центр подготовки кадров и Центр кооперации инвесторов. Это очень важно. Кроме того, смотрите, если мы смотрим о финансовой составляющей, то Центр народного финансирования развития СКВИ и Центр адресных, они напрямую работают с Global Transport Investment, то есть владельцем технологий. Глобальное управление процессом реализации будет осуществляться, естественно, отсюда. И создаются различные структуры, о которых я уже говорил, и Центр подготовки адресных проектов. Но чтобы понимать в последнем уже наполнении, что существует еще платформа Transnet, которая тоже напрямую связана с глобальным управлением процессами реализации адресных проектов, но эта платформа обеспечивает сотрудничество с Центром адресных ICO, криптование или криптование, это финансовое ядро финансирования будущих адресных проектов. И этот Центр сотрудничает с Центром кооперации инвесторов, потому что в дальнейшем отдельному инвестору будет очень тяжело квалифицироваться для того, чтобы приобрести токены или еще что-то, в зависимости от того, что будет выпускаться на конкретный проект для его финансирования через криптоплатформу, или через криптование, или так называемое предложение крипто, значит, токенов, не валюты. У нас валюты не будет, первоначально пока не будет, по крайней мере, можно сказать так. А будут токены, будем так пока говорить, чтобы вас не запутать. И очень важно это то, что Центр кооперации инвесторов будет выступать как, ну, скажем, централизованный или обобщенный участник в проекте ICO. Тогда мы сможем участвовать. Иванов даст свои 100 тысяч, Маслов даст свои 300 тысяч, Петров даст свой миллион. И так мы накапливаем 15 миллионов, допустим, чего-то. Если это акции, то это акции. Или даст 100 долларов, кто-то даст 300 долларов, я дам 500 долларов. Так мы набираем 10 миллионов. Центр набирает 10 миллионов, выставляет, приобретет. Он проработал, он нас проинформировал, он помог нам разобраться в том, что это за проект и так далее. То есть это очень важное звено, какой организационной форме он будет пока, ну, трудно сказать, вернее, не трудно сказать, а рано сказать. Более-менее известно. Но условно, чтобы понимать и не разводить здесь большую структуру, мы называем, что должен быть такой центр. То есть такая некая организационная структура, которая обеспечит вот эти задачи, которые перед центром будут стоять. Они даже пока еще не расписаны, они существуют только в концепции, которую мы сейчас составляем. И это очень важно понимать и это дело учитывать. Поэтому, дорогие друзья, те принципы, которые мы сегодня с вами смотрели, дошли до восьмого принципа, они являются ключевыми. И пока из тех тридцати, в следующий раз мы пройдемся еще от девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого и так далее. И мы все эти принципы пройдем. И это будет все дальше и дальше будет как бы учитываться в нашей работе, в наших обучениях и так далее. И разработанные правила, к ним мы тоже придем, вот, и в принципе все время вы будете в курсе. Те, кто заинтересованы. Это общая информация, чтобы вы понимали, куда мы движемся, на что мы опираемся, как мы видим систему. А далее это все будет более подробно осуществляться на модульных обучениях, которые сейчас готовятся и будут проводиться в ближайшее время. Поэтому я сейчас, дорогие друзья, завершаю. Есть ли тут еще вопросы? Очень часто спрашивают, что это есть так? И чем будет заниматься реферальная сеть после заказа? Ответ уже есть. Так, больше пока вопросов нет. Я сейчас посмотрю, есть ли там, на какие биржи планируется выход. Пока больше вопросов там нет, дорогие друзья. Поэтому, Ростов, спасибо за вебинар. Да, спасибо вам за участие. Если есть у вас вопросы, выставляйте в чате, дорогие друзья. Не стесняйтесь. Нет глупых вопросов. Есть вопрос. Если есть вопрос, то должен быть ответ. Вот. И поэтому я, не задав вопрос, остаюсь таким же, каким я был, незнающим. Задав вопрос, по крайней мере, я узнаю, что он был пустой вопрос или не пустой образ. Для меня он, по крайней мере, кто я задаю, он не пустой. Я получаю ответ, и тогда у меня что-то устаканивается. И ничего тут страшного нет. Иначе развития не будет. Желаю вам всего доброго. Берегите себя, своих близких. И строй сковей, спасай планету. Всего доброго. До следующей встречи, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова